Впервые за последние сто лет в День памяти святителя Николая Чудотворца в Богоявленском храме Соликамска была совершена литургия архиерейским чином. Архипастерские молитвы вознесены перед чудотворным соликамским образом святителя. Эту икону пожаловал горожанам царь Иоанн Грозный. В 1552 году местные жители послали к царю под казань челобитчиков просить войска для защиты от набегов кочевников. Вместо этого Иоанн Грозный передал свой походный складень с образом святителя Николая Чудотворца, который должен был послужить защитой от вражеского нашествия. В эти дни, когда весь православный мир вспоминает житие и деяния святого угодника Николая Мерликийского, архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима служил литургией в Соликамске в Богоявленской церкви в окружении богатейшего иконостаса XVIII века и перед иконой святого, написание которой относится к XVI веку. Уникальность службы в Богоявленской церкви для местных жителей пояснений не требует. Здесь размещен музей древнерусского искусства, спокойно уживаются древние церковные атрибуты, экскурсии для гостей города, мероприятия культурного и духовного направления. И службы проходят нечасто, лишь по самым значимым праздникам. Для горожан образ святого Николая в буквальном смысле стал покровителем и защитником. В далеком 1581-м соликамцам икону подарил царь Иоанн Грозный. И с тех пор икона лишь однажды покинула Соликамск. Очень большая, красивая служба в честь такого очень значимого для нашего города праздника. Ведь Николай Чудотворец был заступником и защитником города. И, конечно, вспоминаются события и начала веков нашего города, когда наши далекие-далекие предки после разозрения анагайскими татарами отправлялись к государю просить помощи, а получили именно нашу замечательную историческую реликвию – икону Николая Чудотворца. К сожалению, она долгие годы отсутствовала в нашем городе. Ровно 40 лет. Ее увезли 5 августа 1965 года, а пришла она к нам назад только лишь 1 июля 2005 года. 40 лет надо было городу прожить, осознать и, может быть, быть готовым к тому, чтобы принять эту реликвию. В знак духовного единения во времени и поддержки всех жителей в повседневных трудах архиепископ Соликамский Чусовской Зосима подарил главе города Алексею Федотову образ святителя Николая. При сём Владыка пожелал молящимся духовной твёрдости и неустанной работы над собой, приведя в пример житие Николая Чудотворца. Святой человек, который, как и мы, создан из праха земного, из Божьего Духа, он свою плоть просветил так, что это уже не придорожная пыль, а что это великий ковчег Святого Духа. Прошедшая служба позволила молящимся почувствовать свою причастность к великому человеку и спросить у Святого Крепости Духа и получить наставление на будущее.